Два года назад случайное знакомство на прогулке в лесу привело Рамзиса Галеева на занятиях скандинавской ходьбой. С тех пор прошло уже два года. 76-летний мужчина на достигнутом не останавливается, продолжает вести активный образ жизни. Освоил новое для себя направление – воркаут. Воркаут пользуюсь пациентом. Мы после ходьбы скандинавской всегда разминки, заминки делаем. Заниматься спортом на площадке с новым резиновым покрытием стало в разы безопаснее. Последний раз мы были, играли в футбол. После этого ушли, осталось свободное место. Люди пришли, попросили натянуть сетку, натянулась сетка и начали идти играть в волейбол. Зимой заливается каток. И готовятся здесь на конюшне? Да. И покрытие выдерживает? Выдерживает. Однако на этом благоустройство в поселке не закончится. Старые деревья вокруг площадки должны срубить, а ветхие дома, бывшие конюшни, расселить. В планах создать на этой территории музейный комплекс. Тут можно вопрос задавать и проработать к этому снаряду. Это вообще достаточно несложно, по крайней мере, с этими людьми, которые здесь задать вопросы, начать с ними работать. Я думаю, что... Как раз если стройка будет вот этого дома, они, по сути, окажутся в той же локации, из Нового Галёва в Лусую. Также жители обратили внимание на отсутствие освещения и пешеходной дорожки на Огарёвском шоссе. Этот вопрос глава округа взял на контроль. Поручил определить точное местоположение будущего тротуара. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».